всем привет дорогие друзья добро пожаловать на канал горячий цех меня зовут мясник ну что ж у нас сегодня будет второе такое познавательно объяснительное видео оба xcom 2 long core of the chosen сокращенно эл вот и сегодня я вам рассказывать о такой штуке как настройка игры и не только настройка также модов через корневые файлы игры так для начала давайте определимся что такое корневые файлы файлы игры но в первую очередь смотрите и идем сейчас да я я как обычно подготовился идем в корне идем в папку где у вас установлен сам эл вот еще раз напоминаю что мод не steam овский и в стиме его нет и он же качать отдельный становится отдельно видео о том как его установить у меня уже на канале есть ссылку я оставлю также в описании так идем в папку где у нас стоит эл вот вот он пожалуйста заходим в папку эл вот нам нужна папка конфиг папка конфиг и вот вот наши корневые файлы игры здесь вы можете настроить абсолютно все что хотите в этой игре например вам не нравится какая-то способность например вы считаете что она слишком долго перезаряжается пожалуйста вы можете это убрать вам не нравится например стоимость каких-нибудь апгрейдов или время исследования пожалуйста можете это исправить в вы хотите прописать какой-нибудь дополнительный навык вашему классу или чтобы например он мог использовать оружие чужого класса вы также это можете сделать давайте я обо всем по порядку объясню я не буду объяснить обозревать все вот эти файлы потому что нам они все не нужны этим видео я хочу вам донести скажем так показать просто инструкцию как это можно сделать а потом все зависит просто от вашей фантазии творчество творчество и хотелок что и вам хотите хотел хотел чтобы вот извините хотелось бы сделать итак в первую очередь чтобы чтобы нам работать нам нужно скачать программу называется но цепать плюс плюс для чего она нам нужна но обратите внимание вот у нас есть файлы игры если их открыть через блокнот стандартно через блокнот пытается открыть вот как это будет выглядеть пожалуйста в принципе вроде как все понятно но что-то не то а вот как это выглядит через not not a pad плюс плюс вот тот же самый файл вот он него здесь открою вот тот же самый файл то через not a pad плюс 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 также здесь есть куча инструментов например поиск каких-либо файлов или строк по ключевым словам в конкретном файле или в конкретных например в конкретной папке на первые что-то хотите найти вот как у меня например reinforcements подкрепление вы что-то хотите найти прописывать и здесь найти файл найти файлах или найти в этом файле прописывать и где вам нужно это искать и он также это найдет чтобы скачать данный файл просто вводим в яндекс или в гугле not a pad плюс плюс вот он тут же нам выдает ее скачивать ее где вам удобно устанавливайте и просто пользуйтесь никаких ключей кодов к этому не нужно так далее и второе что вам понадобится для работы с этими файлами минимальное знание английского языка потому что тут все на английском и это никто переводить за вас не будет минимальное знание английского ну хотя бы чтобы вы просто понимали что такое вот например то ли то или иная вещь например вот данный момент у нас написан love weapons slot types heavy weapon heavy weapon type heavy то есть здесь у нас написано что здесь вот класс какой-то использует оружие тяжелое слот в тяжелом оружии вот и все итак давайте я вам по порядку начну чем пользуюсь я для тех кто смотрит ах прости господи мои прохождение амбрелла элводс вы наверняка могли заметить что у меня по умолчанию стоит отряд из 12 человек за место 8 как же я это сделал для этого вам нужно заходим опять же в карте в папку игры вам нужно файл например миш xcom mission deaths вот он у меня уже открыт вот пожалуйста этот файл отвечает за все миссии gorilla ops ops mission то есть все миссии которую у вас есть в игре то есть вот самая первая миссия вот смотрим что это такое мишин tab recover мишин core вы и жен река рекавер элго рекавер это значит что здесь нам нужно что-то украсть то есть принципе неважно вот здесь у нас это генери генерешка карты скорее всего и в самом конце у нас стоит разбир отряда макс soldiers меня стоит 12 вы можете легко просто поставить например 8 поставить например 10 поставить 15 до 20 уж я не знаю будет ли работать при 20 я это не проверял но вы но вы можете проект поэкспериментировать если что я вам скажу что если собираетесь делать какие-либо действия с этими файлами обязательно перед этим сохраните этот файл куда-нибудь в отдельную папку так сказать сделать резервную копию чтобы если вдруг вы сделать накосячите и у вас игра будет крошиться чтобы сделать откат настроек и здесь абсолютно листаем дальше здесь можно что угодно здесь можно что угодно например делать вот листаем дальше рекавер и тем and it и к рекавер и тем шин лв то есть миссия по воровании улики с поезда адвента чтобы у нас еще есть из техники адвента и цель вилочес что у нас тут дальше есть рекавер флайт девайс флайд девайс хак war workstation то есть все пожалуйста у меня здесь стоит максимальный отряд 12 человек везде абсолютно везде как workstation хак war station train то есть и так далее и тому подобное destroy relay уничтожение ретранслятора вражеского тоже пожалуйста 3 на 12 человек можете таскать sabotage transmitter так далее и тому подобное это такое достаточно простенькая давайте теперь что-нибудь такое позабористее вот мы идем не хочу сохранять вот мы идем теперь x-com класс дата вот он с ком класс дата вот здесь у нас прописанные классы x-com то есть пожалуйста вот техникал это разрушитель по-русски если далее кто у нас тут идет например специалист гренадер и так далее вот давайте на примере техника и разберем как раз техникал класс и так первое что-то строчки у нас обозначают первое здесь у нас обозначает его статы дальше нас идет вооружение которое он использует то есть видите слоп type and slot primary weapon weapon type rifle primary weapon weapon type smg shotgun то есть это слот когда вы открываете именно экипировку бойца то есть вас идет primary этот armor primary weapon second weapon и темпс и темпс пожалуйста то есть primary weapon он может взять винтовку пистолет-пулемет дробовик в secondary weapon он может сделать себе lv гаплет то есть перчатку тяжелую если он возьмет допустим один броню с где вы будет слот heavy weapon heavy type heavy armor он будет использовать heavy armor то есть к своим например скилл а мы либо ракету либо так далее далее здесь у нас идет допустим например а случайные перки которые вы можете покупать дополнительно здесь тир один перков здесь пожалуйста вот стадий хэнс кластин перс но при сижен счет x экзекью церфляш хит в аэрс кольц щаду страйк хэви фрагс хэр 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 2 рэйтс не могу никак прочитать правильно из дэм гуд граунт и так далее так кавер файр лук лон вулф все такие то есть грубо говоря те кто играет в игру на английском я думаю для вы сразу же узнаете название тискинов потом идет те 2 тир это уже более дорогие скиллы 3 тир это уже совсем тут идет совсем крутые так далее тому подобное далее здесь допустим например у нас указаны звание то есть рядовой капрал младший капрал капрал сержант здесь вот указано какие способности на каким он использует то есть пожалуйста здесь вы можете например прописать себе абсолютно любую способность главное просто знать как это прописывать прописывается довольно следующим образом например вы берете какой нибудь например слот name копируйте его дэм вот например вот этот вот дм гуд граунт копируйте его например вот за место сюда то есть например вот здесь вот на младшем капрале идет средней ветки сапрэшен вы его удаляете и копируйте сюда дэм гуд граунт и у вас должна должна это потом появиться непосредственно в самой игре и вот как это выглядит уже в реальности то есть вы видели что я прописал за место на сапрэшен вот нашему разрушителю за место младшему капралу за место сапрэшен close and personal и пожалуйста вот она готова то есть и так можно сделать абсолютно с любым скиллом на любом звании вот например ну не нравится вам вот этот вот скилл взяли его поменяли на что-нибудь другое не нравится вот этот то же самое не нравится например что rapid fire у этой мадам ну у этого класса например только в самом конце а вы хотите на природу и вот сюда да легко поменяйте их местами и проблем вообще никаких не будет или например вам вообще не нравится при что вот тут например что вот тут вот вот этот ветка скиллов там не ракета вам это дурацкая не нравится огнеметом вы не пользуетесь там шреддер ну тоже вам не особо нужен взяли прописали любой скилл который вам будет полезен данный момент то же самое можно сделать например и с пистолетными ветками хотя мне такое кажется мне кажется что еще можно прописать даже вот сюда дополнительные скиллы потому что место под них как минимум есть также например с оружием то есть например вот вот здесь хотите например сделать так чтобы ваш класс мог использовать например другую оружие например что вы хотите чтобы он например в secondary weapon помимо своей перчатки хотел например мог использовать например меч или дугомет здесь просто пишите то же самое копируйте этот слот secondary weapon weapon type и заместо например lv gauntlet пишите sword то есть здесь можно например у других классов поискать как это найти например вот специалист вы пишите например хотите чтобы ваш специалист использовал его про перчатку прописывайте просто дополнительную строку чтобы он мог ее делать ну Субтитры сделал DimaTorzok И вот, так как мы прописали теперь, как вы видели Я прописал, чтобы наш разрушитель смог использовать гремлина и пулемет Вуаля, заходим в экипировку и пожалуйста, у нас доступен гремлин Единственное, что конечно, вы никаких от него скиллов не получите Поэтому прописывая то или иное вооружение другому классу Нужно еще заботиться о том, чтобы к нему подходили данные скиллы Вот, можно теперь вооружить нашего парня Вот, пожалуйста, давайте пулеметом отдадим Ну-ка, где? О! Ну вообще, вот, у нас разрушитель Этот Может прям все, что угодно использовать И Вы ограни... Лично вы ограничиваетесь только вашим воображением Только и всего Я так в свое время сделал себе щитовика То есть есть такой мод специальный, который добавляет вам ballistic shield Такой специальный И вот я сделал так, чтобы в вспомогательном слоте у меня был щит А у класса assault штурмовик А в primary у меня был пистолет Вот, пожалуйста То же самое То есть таким образом здесь можно играться, копаться Можно даже кастомный класс себе создать Это вообще, то есть, прекрасно Вот И последний из примеров, который я хотел бы показать Это файл x.com.lv.overhaul Он находится у нас вот здесь Ну вот он Здесь уже более... Намного больше вещей, которых можно сделать Давайте я парочку разберу Вот, например, смотрите Смотрите, что у нас есть LWATS Что у нас тут пишет? Вот, пожалуйста A clue chosen from deer's mission types То есть, где не может появиться у вас избранный Я так понимаю Где избранный не появляется То есть здесь Intel Rate, Rescue Rate, Supply Convoy, Invasion, Terror, Defend, Assault Network Tower и так далее No C-Traps mission types То есть, где вот эти воспомогательные какие-то модификации C-Traps не могут у вас появляться То есть, никогда у вас не появится Вы также можете это убрать, например Или прописать какой-нибудь другой C-Traps chance То есть, шанс появления этих модификаторов и так далее Что тут еще есть прикольного? Давайте посмотрим Во, смотрите Читаю Dears, mission recruit research the noted infiltration before the squad will start consulted 100% Перевожу На этих миссиях вы не получите старт скрытости, если не будет 100% проникновения на эту миссию И читаем, что это за миссии То есть, я думаю, вы поняли, что это за миссии, да? Когда эти миссии, как правило, у вас появляются в очень маленьком-маленьком временном окошке И 100% проникновение, ну, вы никак не сможете получить Даже если будете ускорять А учитывая того, что я на эту миссию отправляю 12 человек То там вам противостоит 50-60 человек Ну, я думаю, вы понимаете А эти миссии выглядят таким образом Если кто их не видел Вы появляетесь в углу карты И вы тут же попадаете, по сути, в окружение 4-5 паков По 8-10 человек И шаг влево, шаг в сторону Вы их тут же сагрите Вам даже не дают времени на подготовку То есть, здесь, допустим, видите, стоит модификатор 1.00 Ставим здесь, например, какое-нибудь другое значение Или вообще ставим 0 И все И у вас будет 100% проникновение Даже если у вас будет 1% всего лишь этой миссии выполнено Чего еще здесь из такого полезного я, например, сделал? Ну, давайте посмотрим Ну, вот, например Сейчас Давайте вот полистаем, полистаем О! Смотрите Это у нас перки пошли Spider Grapplet Rough Grapplet Cooldown 5-5 Пошли Rapid Fire Cooldown Вот в новой версии LWATS Здесь стоит обычно кнопка 1 То есть, он 1 и ход будет перезаряжаться Я это исправил на 0 Потому что Всегда Rapid Fire Вы могли стрелять всегда им без перезарядки Что тут еще у нас есть? Hell of Bullets Amacost То есть, шквальный огонь Сколько он стоит паттернов? 4 Можете легко поставить, допустим, например 5 Или, например, 2 Или 3 Ну и так далее То есть Что только вам Что только душе угодно Что у нас здесь еще идет? Consult Action Points То есть, когда, например, вы уходите в невидимость Это стоит 1 point Пожалуйста Console Ends Turn То есть, когда вы уходите в невидимость Вы еще и заканчиваете ваш ход Чтобы, например, это исправить Здесь написано True Удаляем это И пишем False Кстати, вот даже вот в этой программе Как только вы вводите какую-то букву Он вам сразу же предлагает Видите? Сразу же предлагает Что вам написать можно Ну и, например, пишем вот False Сохраняем Выходим И теперь, когда вы будете, например, уходить в невидимость Это не будет заканчивать Ход вашего бойца Он просто будет стоить 1 action point Круто? Круто, я считаю Допустим Мне, например, это не мешает Поэтому я оставлю True Но Тем не менее Кому-то Это может мешать О! Мои любимые, ребята Смотрите Для тех, кто играл В новый Новый Long War Именно Long War Long War 2 Помните, у снайпера Есть такая способность Серия Называется Serial Вот она, то есть Помните такую способность? Я думаю, вы поняли То есть Что эта способность сделает? Когда вы кого-то убиваете Вам возвращается обратно действие Вы можете обратно стрелять В первом Long War Таких снайперов Называли зонеры Потому что Спасмоз назывался In the zone Ну, это слово Зона Зонер Пожалуйста Как только вы кого-то убивали Вам возвращалось действие Так вот После какого-то патча Они сделали Как у способности Жнец У милишных Персонажей Всякий раз Когда вы убиваете У вас понижается Дэмэдж Урон ваш И вот, пожалуйста Serial Damage Fail Off То есть Понижение Урона От способности Серия Пожалуйста У меня Здесь изначально Стоит True То есть Правда Я поставил False Потому что Я хочу себе Старого доброго Зонера Из первого Long War И к счастью Вот, пожалуйста Вы можете Это сделать Пожалуй Вот еще Допустим Интересно Fusion Sword Fire Chance Это Последний Менч Который Может поджигать Врагов Видите Поджечь его 10% Можете поставить Здесь 20 Процентов Или 30 Процентов И так далее И тому подобное Что еще У нас тут есть Давайте посмотрим Просто Вот Я все это Не смотрел Здесь может До бесконечности Здесь можно Разбираться До бесконечности Но до самого Вкусного Я еще доберусь О Смотрите Здесь можно Допустим Поставить Видите Пистолет И тем Assault Rifle SV Cannon SV Shotgun SV Это Обозначение Тира Тира Оружия SV Это то есть Баллистик Оружие Самое первое Потом Assault Радил Лазер Лазерная Магнитная Гаусс Пушка И Бим Здесь у нас Показаны Слот Это слот Это слот У нас Апгрейды Это слот Апгрейд То есть Зачем у нас Три слота Можете прописать Хоть пять Чтоб было Вы можете Пушки свои Увешивать Просто До бесконечности Абсолютно Также Например Можно Поставить Например Видите Weight Вес Вес Жрет Один Например Если вы Постоянно Хотите Всех Вооружать Пистолетами Потому что У вас Есть Подат Отдельный Сот Можете Просто Убрать Вес Один И Всех Вооружать Пистолетами Я не думаю Что это Сильно Вам Магнитный Ассалт Райфл Соплай Каст Стоит 30 Алоис Каст 2 Кристал Каст 2 Можете Поставить Например Чтобы у вас Было Бесплатно И так далее И тому подобное Далее Идем Сейчас я Доберусь До Моего Любимого Что я Себе Исправил О Патроны Посмотрите Тресел Раунд Ап Раунд Тайл Раунд 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 Стоит Раунд Нидл Раунд Фалкон Раунд Блю Скрин Раунд Это Патроны У нас Смотрите Что я Себе Сделал Я не Стал Себе Делать Чтобы Они Били Бесплатные Но Я Всем Этим Патроном Убрал Вес Абсолютно Всем Сейчас Я только Найду Где он Пишется Так 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 Тир А вот Вес Вот Вот У нас Есть Иконка Патрона Вот Пожалуйста То есть Например Можете Даже Убрать Каких Вот Тут Идут Жилеты Здесь Идут Патроны Вот Две Колоночки То есть Жилеты У нас Весят Один А Патроны Я убрал На ноль Потому Что Я считаю Ну Почему Патроны Даже Что-то Весит Вы же И так В оружии Заряжаете Я считаю Это Полная Херня Поэтому Я их Просто Взял И убрал То есть У меня Патроны Ничего Не весят То есть У меня Отдельный Слот Пистолет Отдельный Слот Под Жилет Который Тоже Жрет У меня Вес Я беру Например Там Аптечку Гранату И патроны То есть Каждому Солдату Можете Дать По Патронам Прям Вот Офигенно Что Еще Допустим Здесь Прикольного Есть Ну Можете Почитать Давайте Перейдем К десерту Самому Главному Сейчас Я Найду Это Связано С подкреплениями Очень Иногда Некоторые Люди Какие-то Забегают Ко мне На канал И Когда Например У меня Идет Миссия С бесконечными Подкрепами Ну Предположим На терроре Или на Саплай Конвоя Дело В том Что Если взять И загрузить Ваш Текущий Ход Когда В следующем Ходе У вас Будет Подкрепление Вы Увидите Где Будет Это Подкрепление А изначально Вы его Не видите Так вот Меня Некоторые Обвиняли В том Что это Читерство Это Обьюз Игры Что так Мол Делать Нельзя Это Фича Лонгвора Но Этим Людям Я Хочу Сейчас Просто Кое-что Показать Теперь Я надеюсь От Меня Отстанут Потому Что Теперь Я Буду Постоянно Всегда Видеть Эти Подкрепы Где Бо Они Ни Были Сейчас Я Вот Их Найду Одну Секундочку А Кстати Вот Ребят Еще Как раз Листаю Видите Это Связано С Этими С Лостами Для Тех Кого Достало Например То Что У вас На Какой-то Сложности Лосты Не Умирают От Выстрела Хедшот То Есть Грубо Говоря От Вы Вы Убиваете И У вас Это Не Считается Свободным Действием То Здесь Пожалуйста Вы Можете Это Исправить То Есть Здесь У нас Показано 0 1 2 3 Это Сложность То Есть Рокки Новичок Нормал Ветеран И Импособл Легенда Видите Стоять True False False Просто Меняете False На True И У вас Будет Работать Хедшот Также Вот Например Teamwork Chargers 1 1 2 Ну У меня Мод Стоит Который Это Вообще Убрал Это Просто Teamwork Cooldown Хотя Вы Можете Например Тоже Здесь Это Вручную Исправить И так Далее Что Я Хотел А Все Сейчас Я найду Сейчас Долистаю О Смотрите Реинфорсмены Видите Disable Reinforcements Flyers Если Переводить Это Дословно То Отключение Маяка Или Подача Сигнала Подкреплений То есть Видите Это Опять же Сложности Новобранец Нормал Ветеран Легенда Изначально Вот На самой Первой Сложности Стоит False То есть Я Это Как только Я это Увидел Я проверил Да Действительно Если вы будете Играть На самой Первой Сложности У вас Подкрепления Всегда будут Видны А начиная С Normal У вас Это уже Не видно Так вот Меняем True На False И все У вас Теперь Всегда будут Видны Подкрепления Где бы они ни были Ну чё Эти Как вас там Которые Вот мне это писали Это фича игры Да Ну возможно Ну я только Я с этой фичей Не согласен И мне Я не хочу С ней играть Я просто взял Это и справил Теперь Да Мне По крайней мере Мне будет легче Мне теперь Не придется Каждый ход На таких миссиях Загружаться И на монтаже Потом Из Десяти Кусков Склеивать В одно видео Теперь я всегда буду Видеть Где у меня подкрепы Выкусите Выкусите В принципе Больше Больше Мне особо Рассказывать Нечего Также Хочу Отметить То что Лонгвор Тем сам Сам лонгвор Точнее Фу ты блять Вас это не ограничивает Только одним Лонгвором Вот например Есть такой Замечательный мод У меня стоит Он называется Underbarrel Attachment Это Подствольные Гранатометы Дробовики И огнеметы На ваше Основное оружие Очень крутой мод Очень советую Вы также можете Его настраивать Как вам удобно С помощью Вот того способа Который я показал Для этого Чтобы найти Во первых Этот мод У вас Где он у вас лежит Вам нужно Зайти в стиме Вот у вас Верхняя строка Ищите Вот такую вот цифру Длинную Длинную цифру Это название Вашего мода То есть Допустим Например Здесь Я обычно ищу так Первые три цифры Две последние 153 55 Где у нас Лежат все моды Программ файл Стим Стим Воркшоп Контент Папка 268500 И ищем Вот эту папку То есть Вот я ее уже нашел Вот она Вот она Пожалуйста Искать нужно Внимательно и долго Заходим Пожалуйста Вот этот мод Заходим В конфиг Точно такие же Точно Точно такие же файлы Открываем их И пожалуйста Здесь можно менять Например Я себе поменял Стоимость Крафта Данных Модификаций То есть Например Потому что Ну мне Я их давно уже Хочу использовать Но которые уже Миссию играю И не могу их создавать Потому что они Ну Ну не то чтобы Супер дорогие Но к сожалению У меня ресурсы Уходят на все другое Поэтому я немножко Уменьшил им Стоимость Теперь я буду Использовать их Почаще Я не думаю Что это сильно Прямо на игру Повлияет Пожалуйста Можете все это сделать Ну что ж Друзья Я надеюсь Видео будет вам полезно Пишите в комментариях Какие вы Допустим Нашли вещи В этих файлах Может быть Мне даже будет полезно Если у вас возникнет Трудность То пишите в комментариях Я постараюсь Вам на них ответить Но основные все моменты Я вам рассказал Остальное Все уже Зависит от вас На этом у меня все Всем спасибо за просмотр Всем пока И удачи Не болейте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok